День добрый! Я рад приветствовать вас на четвертом уроке, который посвящен безопасности клиентской части. Что такое безопасность клиентской части? Если ранее мы рассматривали те уязвимости и рассматривали те направления атаки на веб-проекты, которые связаны с атакой непосредственно самих веб-проектов, изучали, находили уязвимости, пытались их как-то эксплуатировать и так далее, то сейчас мы немножко изменим вектор атаки, перенесем его на другую цель. Дело в том, что конечной целью злоумышленника является доступ к каким-то данным, доступ к каким-то данным, находящимся в недрах его цели. Но эти данные, их кто-то создает. Эти данные создаются пользователями, эти данные заносятся в систему пользователями, и иногда, вместо того, чтобы атаковать непосредственно веб-систему, гораздо проще атаковать тех, кто эти данные создаёт, а именно пользователей. Этому и посвящён наш сегодняшний урок. Давайте посмотрим, какие именно цели может преследовать злоумышленник, и что именно он может получить при планировании и осуществлении атаки на клиентскую часть. Для начала хотелось бы отметить, что практически любая атака на клиентскую часть в своей основе имеет некий уровень социального взаимодействия. То есть, начинается с социального взаимодействия. Нам, как злоумышленнику, надо подтолкнуть пользователя к совершению тех или иных действий. Это может быть либо совсем явно, либо замаскировано, но мы имеем дело с пользователем, мы имеем дело с неким уровнем психологии пользователя. То есть, вместо того, чтобы атаковать чисто информационную систему и иметь дело с роботами, как в случае с вектором атаки на сам веб-проект, на сервер, на сайт и так далее, мы в этом случае немного ввязываемся в другую область, в область слегка психологии. Мы атакуем людей. Так вот, что можно получить с людей? Во-первых, мы получаем браузер человека. Мы получаем некий уровень контроля над тем, что делает браузер этого человека. Мы можем направлять его в определенные места, нужные нам. Мы можем пользоваться той информацией, которая сохранена в этом браузере. Допустим, если у вас есть некий человек, который авторизировался в каком-то интерфейсе, куда нам хочется пролезть, напрямую у нас не получается пролезть в этот интерфейс. Но мы знаем, что есть некая персона, некий администратор, грубо говоря, который там уже за логинем. Мы можем провести атаку на его браузер, воспользоваться тем фактом, что браузер помнит логин, пароль и у него открыта сессия. Мы можем воспользоваться этим фактом. Затем локация. Здесь я имею в виду физическую локацию. Местоположение пользователя. Знаете, вот этот китайский фаервол. Мы находимся в Китае, мы ничего не можем посмотреть про Тибет и так далее. Мы можем провести атаку на какого-нибудь пользователя, который сидит недалеко от Тибета или в какой-нибудь более демократической стране. И, используя его в качестве своеобразного прокси, получить нужные нам данные. Но это в таком грубом приближении. В общем, на практике часто бывает полезно получить физическую точку нахождения человека, если этот человек находится в какой-нибудь доверенной сети по отношению к нашей цели. То есть, есть у нас офис некой компании. И есть несколько серверов этой компании, фермы серверов. И полномочия между ними построены таким образом, что из офиса можно все, а из мира нельзя ничего. В этом случае, проведя атаку на какого-нибудь пользователя, находящегося в офисе, мы получаем его физическое местоположение в офисе и можем пользоваться всеми преимуществами этого физического местоположения. Наконец, сам пользователь. У пользователя вот здесь вот тоже находится своеобразная база данных, которые он время от времени делится чемпосредством интернета с разными сервисами. И мы можем, в принципе, перехватить вот этот вот процесс его дележа данными с сервисами и перезамкнуть на себя. И таким образом взять у него данные буквально из головы, не передавая на целевой сервер. То есть, пользователь в данном случае выступает как отдельная психологическая единица, которую тоже можно рассматривать в качестве объекта нашей атаки. И мы посмотрим в дальнейшем один из примеров такой атаки на пользователя. При принятии решения, каким с документом разрешить доступ к каким документам, браузер оперирует, по сути дела, тремя параметрами. Первый параметр – это протокол, HTTP или HTTPS. Второй параметр – это домен, то, что идет после указания протокола. И третий параметр – это порт, который идет либо в виде неявного, если вы заходите на какой-нибудь сайт, то это 80-й порт по умолчанию. Либо, если вы заходите на какой-нибудь сайт через HTTPS, это 443-й порт по умолчанию. Но также может быть указан через двоеточие после домена и далее указывается порт, если веб-сервер поднят на нестандартном порту. Одинаковым источником считается один и тот же протокол, один и тот же домен и любое количество методов, папок, файлов, документов, к которым идет обращение. В нашем случае HTTP.example.com и HTTP.example.com.flash.folder – это будут равнозначные документы. И оба этих документа могут обращаться друг к другу абсолютно прозрачно. То есть мы можем загрузить в e-frame с индекса, загрузить в e-frame в slash-folder и с индексного документа обращаться к любым данным, которые находятся в этом e-frame. С другой стороны, разный источник будет HTTP.example.com и HTTPS.example.com. В этом случае речь идет о разном протоколе. У нас в первом случае HTTP, во втором случае HTTPS. HTTP.example.com – это поддомен, хотя он находится внутри домена example.com, но однако это будет другой источник абсолютно. HTTP.example.com.8080. Другой порт, на котором висит веб-сервер, тоже будет разный источник. И, наконец, самый тривиальный – это HTTP.example.com. Это совершенно другой домен. Естественно, никто не разрешит читать данные, загруженные с other.example.com через посредственные документы, загруженные с example.com. Давайте теперь посмотрим, что это значит на практике. На этом слайде представлен фрагмент кода, находящийся на сайте beta.com. slash, ну пусть будет, индекс.html. Код делает следующее. Во-первых, загружает в вфрейме документ с HTTP.alpha.com, то есть другого домена. Во-вторых, инициирует JavaScript, часть, которая берет документ, документ берет элемент с именем target, который соответствует нашему эфрейму, вешает хендлер на unload, при загрузке этого эфрейма срабатывает эта функция. На этот хендлер вешает следующую функцию. Мы пытаемся распечатать значение локейшена этого документа. То есть, без SOP, как бы мы планировали, что должен выдавать этот код. Этот код должен нам выдать HTTP.alpha.com. Посмотрим теперь, что будет, если проделать эту операцию, то есть загрузить в браузере beta.com.index.html, и посмотреть, что будет. На этом слайде представлен скриншот Mozilla Firefox, что именно будет. Вы видите, что мы загрузили документ с сайта beta.com. Сразу предупрежу, что это абсолютно фиктивные домены, поднятые локально, и DNS перенаправлены на локальную машину. То есть, в реальности и beta.com, и alpha.com представляют в себя абсолютно другие сущности. Вы видите, мы загрузили документ с beta.com. Наш eFrame загрузил документ с alpha.com, о чем свидетельствует надпись alpha, которая содержится в этом документе. Но, однако, при попытке выполнения доступа к локейшен, мы получили ошибку Permission Denied. Вот, собственно говоря, соп действий. Теперь давайте посмотрим, что будет, если мы загрузим с одного и того же домена два документа. То есть, загружаем beta.com.index.html, который содержит следующий вариант того же самого фрагмента. Вы видите, мы загружаем не с alpha.com, в этом случае, а с beta.com.same.html. Мы загружаем документ, находящийся на том же самом домене, с индекса html. То есть, мы изменили всего одну строчку. Давайте теперь посмотрим, что будет в этом случае. Вы видите домен, вы видите контент eFrame, и сейм содержится на same.html. И вы видите, что наш alert вполне себе нормально сработал. http.beta.com.same.html. Это локейшн этого eFrame. Что, собственно говоря, мы и хотели вывести в нашем случае. Но в первом случае мы пытались вывести локейшн домена alpha.com, что у нас не вышло, так как sameOriginPolicy запретила обращение к данным методам другого документа, загруженного в основном документе. Следующая концепция, о которой хотелось бы упомянуть, это cookies. Которым переменам cookies, которые выставляет веб-сервер, тоже применяются правила sameOriginPolicy. Для начала давайте посмотрим, какие параметры принимает cookies. Во-первых, выставляется веб-сервером в заголовке setCookie, двоеточие, дальше идет перечисление cookies, которые нужно выставить. Как минимум, это должно быть name равно value, то есть имя cookie и значение cookie. Помимо этого, есть ряд атрибутов, которые контролируют поведение этой переменной. Первые атрибуты — это атрибуты, которые определяют время жизни переменной. Это expires и maxage. В чем отличие? Expires указывается непосредственно дата, когда эта cookie будет недействительна. До 1 июня 2018 года, например. Maxage — это время в секундах после получения браузера этой cookie. То есть, относительное время. Scope — определяет ту область применения cookie, которую мы хотим задать. Можно задавать либо по пути, либо по домену, либо по тому и другому. Что касательно домена. Мы, находясь на сайте alpha.com, не можем выставить куку для домена beta.com. Но, однако, мы можем выставить куку для нашего alpha.com, и она будет действовать на все поддомены. То есть, ts.alfa.com, a.ts.alfa.com — все эти поддомены будут получать куку, которые выставлены для домена alpha.com. Соответственно, находясь на сайте test.alfa.com, мы можем выставить куку для вышестоящего домена, для alpha.com. Но, еще раз повторю, мы не можем выставить куку для другого домена. То есть, на test.alfa.com мы не можем выставить куку для beta.com. Иначе бы любой сайт в интернете мог бы контролировать значение куку с переменных любого другого сайта. Была бы такая лакханалия. И, наконец, путь, по которому куку действительно куку. Мы можем вызвать установку куку, перейдя браузером по урлу alpha.com.com. Если мы выставим куку с path равно слэш-тест, то эта куку будет передаваться браузерам при переходе на урлы, которые содержат слэш-тест, и начинаются со слэш-тест. То есть, все вложенные директории будут получать эту куку. Однако, alpha.com.com.au уже эту куку не получит. То есть, в первом случае, в случае с домен, мы ограничиваем видимость куки по домену. Во втором случае, в случае с пэт, мы ограничиваем область видимости по директории. При отсутствии того или иного параметра берутся текущие параметры. То есть, в случае с пэт, это текущий пэт. В случае с домен, это текущий домен. Атрибуты. Атрибуты определяют видимость куки относительно условий, где ее пытаются посмотреть. Первый атрибут, HTTP-only, если он выставлен в True, то кука не будет доступна посредством методов, выполняемых в клиентской части страниц. То есть, в JS эта кука не будет видна. Она будет передаваться только браузерам при общении, при создании запроса к веб-серверу. В JS она не будет доступна. И вторая кука, второй атрибут, это Secure. Если его выставить вон, то эта кука, это значение куки, будет передаваться исключительно по защищенному соединению, по HTTPS-соединению. При попытке обращения к HTTP-соединению, того же самого домена, того же самого пути, и все остальное то же самое, только HTTP вместо HTTPS, кука с атрибутом Secure передаваться не будет. Теперь давайте разберем первую атаку, которая называется Cross-Site Request Forgery или межсайтовая подделка запроса. Смысл атаки в следующем. У нас есть наш злоумышленник, который создает некий свой сайт, размещает на нем некий код. Затем передает ссылку на этот свой сайт пользователю. Пользователь вводит эту ссылку или нажимает на нее в своем браузере. Браузер заходит на сайт злоумышленника. Но так как язык HTML позволяет вставлять в один документ другой документ, делать кросс-линки, кросс-ссылки и так далее. В общем-то, в этом заключается смысл языка гипертекстовой разметки. Злоумышленник делает таким образом, чтобы документ, выдаваемый его сайтом, содержал ссылку или включение документа на ведущего на другой сайт, который является целью атаки злоумышленника. То есть, пользователя мы таким образом заставляем совершить некие содействия на сайте Target, используя некий avil.com в качестве такой ширмы. Пользователь заходит на avil.com своим браузером и браузер молча совершает запрос к сайту target.com. А на сайте target.com пользователя могут быть открыты сессии, он может быть туда залогинен, уже можно как эта история быть и так далее и тому подобное. Давайте посмотрим пару практических примеров данной атаки. Представьте себе сайт target.com, где реализован функционал посредством вызова метода kill.me с ID пользователя. Этот метод стирает пользователя из базы данных на сайте с неким определенным идентификатором. В этом случае злоумышленник на своем сайте это код, находящийся на его .com на контролируемом злоумышленнике домене. Злоумышленник может сделать следующую конструкцию имидж src равно http slash target.com slash kill.me ID равно 1 и передать ее, допустим, администратору, отвечающему за сайт target.com. Браузер администратор, в случае если администратор зайдет по ссылке на evil.com, попытается загрузить картинку с target.com kill.me ID равно 1. Для браузера это вполне себе валидный урл, по которому может содержаться картинка. Может содержаться, а может не содержаться. Но он этого не узнает, пока не запросит данные по этому урлу. А для того, чтобы запросить данные, браузер обязательно сделает запрос. Причем запрос он сделает со всеми настройками этого сайта, который содержится на сайте в браузере человека, который перешел по этой ссылке или пытается загрузить эту ссылку. То есть все открытые сессии, все злогинные сессии, все это будет отправлено на target.com. И если администратор залогинен, он снесет пользователя с ID равно 1. Разумеется, здесь фантазия может быть не ограничена только снесением пользователя. Есть масса разных интересных сценариев использования данной уязвимости в данной форме. Начиная от отправки комьюти-писем или личных сообщений в социальных сетях, заканчивая такая классическая шутка на форумах, на досках объявлений и так далее, где есть логин и есть функция выхода из системы логаут. Логаут сделан чаще всего без какой-то защиты от подобного рода атак. Мы нажимаем, создаем этот имидж в СРЦ, публикуем на том же самом форуме эту картинку, и любой зашедший человек в эту ветку посмотреть, что там написано, тут же окажется выброшенной из системы. И не то, чтобы это принесло какой-то профит, но это весело. Среди веб-разработчиков первой итерацией реализации защиты от СРФ-атак является почему-то переделка всех гет-запросов на пост-запросы. Это не помогает. К чему пример следующий фрагмент кода. Злоумышленник на своем сайте evil.com всего лишь создает... Представьте себе, сценарий тот же самый. Есть некий метод kill me, который убивает пользователя. Но на этот раз данные передаются постам. Злоумышленник создает следующий фрагмент. form action равно http target com slash kill me input type равно hidden name равно id value равно 1 slash form И тут же после формы идет скрипт, который субмитит эту форму. То есть пользователь, зайдя на страницу, сайта evil.com браузер пользователя, точнее, автоматически получит форму с заполненными полями. У нас всего одно поле, и то hidden, то есть не будет отображаться. И тот же за раз обмитит эту форму. Все практически то же самое. То есть вот эти вот два случая полностью аналогичны, за исключением того, что в первом случае у нас get, в втором случае разработчики решили попытаться защититься и переделали метод с getPost. Это не работает. Для защиты разработчики чаще всего используют механизмы вставления секретных ключей в параметрах, которые принимающий метод, метод принимающий этот запрос, должен проверить. То есть мы в HTML-код добавляем некий идентификатор, некое число или строку, которая динамически генерится. Подписываем форму. Мы подписываем форму по такому логарифму, который не будет известен злоумышленнику. Иначе злоумышленник может у себя на evil.com разместить тот же самый идентификатор и таким образом пройти проверку на валидность запроса. Это число должно однозначно идентифицировать пользователя, чтобы пользователь получил когда-то эту форму или ссылку на этот метод в свой браузер и нажал на нее, активировал на нее вполне сознательно. В этом случае вот эти секьюр-токены они обеспечивают достаточно такой надежный механизм защиты от CSRF-атак. Следующий вид атаки достаточно известная такая штука называется XSS или Cross-Site Scripting. Базируется эта атака на том факте, что злоумышленник обладает возможностью внедрять в ответ со стороны веб-сервера пользователю свой HTML-код. То есть у него есть точка, где он может вставлять свой код в ответ от веб-сервера к пользователю. И таким образом злоумышленник перехватывает часть контроля над поведением страницы над поведением веб-страницы в браузере пользователя и выполняет свои действия, которые необходимы ему. Общая схема атаки следующая. Злоумышленник создает некий линк, который содержит эту уязвимость, а точнее так, XSS — это атака, XSS — это неуязвимость. Уязвимость, которая лежит в базе и дает возможность проведения XSS-атаки, это чаще всего неправильное форматирование, неправильная валидация служебных символов. То есть это нарушение фильтрации, неправильная фильтрация входных данных, данных, пришедших от пользователя. Злоумышленник создает некую ссылку, которая вызывает, которая направлена на реализацию XSS-атаки и использует ту или иную уязвимость на сайте, передает ее пользователю, далее пользователь переходит на целевой веб-сервер, веб-сервер отдает ему пользователю HTML-код, уже содержащий в себе часть, которая подконтрольна злоумышленнику. Таким образом, злоумышленник может заставить браузер пользователя выполнить нужные ему действия. XSS-атаки подразделяются на своеобразные подтипы по степени вовлеченности злоумышленника в взаимодействии с пользователем. Первый подтип это так называемый рефлект XSS-атаки, когда вектор атаки, то есть тот код, который должен выполниться в контексте браузера пользователя, находится в составе ссылки в том или ином виде. Это может быть либо непосредственно нахождение нужного метода злоумышленнику, либо же ссылка на страницу злоумышленника, где идет внедрение этого метода посредством более сложных конструкций. В данном случае, давайте рассмотрим один из примеров такой атаки. В данном случае у нас есть домен www.kiwi.com Опять же, это полностью фиктивный домен, точнее, он не фиктивный, есть киви.com домен реальный, это же настроенный полностью локально, поэтому не ищите то же самое на основном домене. Метод zen.php, который принимает параметры length с неким значением, которое затем попадает непосредственно в HTML-код, отдаваемый этим методом. То есть берется значение параметра length и распечатывается в странице пользователя. Все было бы хорошо, если бы мы ограничивались какими-то простыми словами и так далее. Но вот в данном случае мы, как злоумышленник, внедрили сюда часть, которая создает новый тег, новый тег скрипт и добавляет туда некий код. В результате чего параметр метод zen.php вывел на печать n scriptalert1 slash script. Но n у нас попала на печать и видна в контексте страницы. Вот эта же часть с активным содержимым ушла в интерпретацию, то есть она не отображается, вместо этого видно, что эта часть выполнена свою работу и скрипт таки сработал. В реальности злоумышленники передают эти ссылки пользователю посредством каких-то сторонних каналов общения, в инстант мессенджере, по почте, в форуме с предложением зайти и посмотреть меня и мою чертову кошку и так далее. Здесь проблема заключается в том, в социальном уровне взаимодействия, проблема заключается в том, что пользователю видна вот эта часть, содержащая активный элемент и с этим хотелось бы что-то сделать, поскольку многие пользователи сейчас научены горьким опытом и странные ссылки не открывают. Такая распространенная практика среди злоумышленников это передача, переброска пользователя на какую-то свою страницу, которая впоследствии редиректит на нужный злоумышленнику URL, который вызывает срабатывание этой увезивности, либо же кодирование большой ссылки в одном из одним из механизмов сокращения URL, типа gu.gl или им подобное. Во многих случаях полезно было бы заэнкодить эту часть с крипт alert 1 слэш скрипт. Например, тем же самым URL-encoding, то есть процент в процент нотации с 16-ти яичными символами, спрятав основной ПВО от глаз пользователя. Естественно, никакой пользователь не будет пытаться расшифровать самому все это дело, он просто кликнет по ссылке и перейдет на нужную нам часть цели. Следующий подтип XSS-атаки это так называемый Stored XSS. В отличие от Reflected XSS, когда вектор атаки содержится непосредственно ссылки, по которым нужно перейти в Stored XSS, мы уже заранее внедрили в контекст страницы свой код, свой код, контролируемый нами, и затем каждый пользователь зашедший на эту страницу автоматически запускает наш код. Отличие основное от Reflected XSS в том, что в случае с Reflected XSS мы можем таргетировать непосредственно пользователя, отправив ему сообщение, но только этого пользователя. В случае с Stored XSS мы покрываем всех пользователей, которые зайдут на уязвимую страницу. Для примера давайте рассмотрим опять же www.kiwi.com slash daus.php Этот метод представляет из себя своеобразный guestbook, где есть формочка для ввода чего-нибудь, кнопочка Send, после чего вот это, что мы ввели в этой формочке, попадает в контекст веб-страницы без всякой фильтрации. То есть, опять же, разработчики ничего не фильтруют и так далее. В результате чего один из злоумышленников оставил там некий код, вызвал появление вот при заходе на уроке веком slash daus.php вызвал появление вот такого алерта. То есть, явно тут кто-то побывал, кто пропихнул туда веб-страницу JS-тег с алертом XSS. Давайте посмотрим, что получилось на стороне веб-страницы после пропихивания этого тега. Как мы видим, здесь есть такой шаблон своеобразный, как строка в случае нормального сообщения показывается пользователю. У нас идет обравление BRB, чтобы жирным шрифтом распечатывать, затем строка, которая была введена в форме. Вот у нас два вполне нормальных сообщения, hello и hao iu. А третье сообщение, видимо, злоумышленник начал пытаться внедрять свой JS-код и у него это получилось. Третье сообщение, вот этот фрагмент злоумышленник ввел в форме и нажал кнопочку send, в результате чего он без фильтрации попал в текст HTML-страницы. Для того, чтобы зафильтровать, для того, чтобы избавиться от этой уязвимости, разработчику достаточно было зафильтровать вот эти ссылки и перевести их в HTML-энтитис. То есть, если бы разработчик перевел бы их в что-то LT, Ampersand, GT, если бы разработчик переводил опасные символы в HTML-энтитис, в результате вот эта вся строчка как есть отобразилась бы пользователю в контексте веб-страницы без всякого активного выполнения кода. А вот в HTML-энтитис знаки меньше-больше преобразовались бы во внутренние HTML-сущности, которые бы распечатались визуально распечатывались как знаки меньше-больше, но никак не повлияли бы на интерпретацию HTML-кода. HTML-сущности, HTML-сущности, 짐-ERG- Googling, HTML-сущnymi, HTML-сущности, HTML-key, HTML-key,